Прайд или Наши Здравствуйте, меня зовут Алифтина Мадьярова и сегодня я приглашаю вас в Прагу. Погода здесь в декабре может быть и не самая жаркая, но знакомство и встреча нам предстоит теплой как минимум. Героиня нашей сегодняшней программы Джамиля Стехликова. Джамиля Стехликова, чешский политический деятель казахского происхождения, врач-психиатр. 2007 по 2009 годы министр по правам человека и меньшинствам, а также председатель совета по правам человека правительства Чешской республики. Я думаю одинаково, то есть на русском и на чешском, но если я долго говорю на одном языке, а перехожу на второй, еще на английском приходится иногда говорить, английский, наверное, немножко похуже, то какое-то время у меня наблюдается заторможенность, потом я говорю быстро. И я поняла, что я могу думать как по-русски, как по-чешски, так иногда по-английски, но интенсивно, чем занимаюсь, это вот казахским языком. А проблема в том, что среды нет. То есть я читаю казахские статьи, я стараюсь много слушать. По телевидению очень помогает. То есть я, когда слышу казахскую речь, я ее понимаю на 100%. Героиню этого выпуска программы Pride можно без преувеличения назвать уникальной. С одной стороны, Джамиля Стехликова – первая казашка, сумевшая стать министром в Европе, да и вообще за рубежом. С другой стороны, она первый министр не-чешского происхождения в Чехии. Случай поистине беспрецедентный. Однако, рассказывая об этой женщине, можно перечислить так много интересного, разного и захватывающего, что ее политические успехи на общем фоне покажутся вам чем-то само собой разумеющимся. Знакомство наше состоялось в декабре 2016 года, когда Европа вовсю готовилась к Рождеству. Сейчас эта встреча кажется далекой, но воспоминания вызывают весьма приятные. А мы с Джамилей Алмасовной на правах добрых друзей поздравляем друг друга с наурызом и другими праздниками. Замечательно, не правда ли? Впрочем, давайте обо всем по порядку. Джамиля Алмасовна Стехликова родилась в 1962 году в Алматы и, несмотря на то, что в Европе живет порядка 30 лет, осталась алматинкой. По крайней мере, сама о себе так говорит. Но для того, чтобы убедиться в этом, я предлагаю провести тест на ностальгию. В нашей постоянной рубрике «Тест на ностальгию» мы предлагаем героям картинки с изображением предметов и символов, понятных любому, кто связан с Казахстаном хотя бы косвенно. Это, конечно, не тест Роршаха, скорее шутка на эту тему, но все же. Как вы думаете, что здесь? Это орел золотой, летящий символ национальный, символ Казахстана. И это действительно орел золотой, который использовали наши предки для охоты. Я могу сказать, что вот это животное, эта птица хищная, она была способна поймать и лису. Это домбра, классическая причем такая. На такой я играла. У меня даже есть фотографии, но учитель там предсказал, что мотивация у меня большая, но вот слух, он небольшой. Родители говорят, ну слух подправить надо. Он говорит, ну, к сожалению, вот это не делаем. Что-то слуха нет, но с огромным увлечением я играла. Помню, соседи были в кавычках в восторге. Очень люблю инструменты музыкальные казахские. И считаю, что, к сожалению, вот эта традиция у нас немножко погибает. Не то, что погибает, но вот уже настоящая музыка, которую играли наши предки в аулах, она уже заменяется профессиональной. То есть огромное количество молодых людей, все. А я еще во время, когда мы с отцом ездили по аулам, еще видела, как играют старым способом. Казахи старые на этих музыкальных инструментах поют немножко по-другому. Похоже, тест нашей героини пройдет блестяще. Ведь, согласитесь, не каждый, даже из живущих на родине, может рассказать об этих вещах столько. Это снежный барс. Это снежный барс. Это символ Алматы. Это, наверное, в Алматы вот этот самый радио и телебашня. Да, одно из красивейших зданий Алматы еще в советское время построили. Я считаю, что символ города – это, наверное, горы, да? Но это уже Астана, это Байтерек. А мифология, она тингрианская. Я долго изучала, и вот, мне кажется, вот это черты тингрианства, чуть ли не зороастризма, они в этой вот башне, это очень интересно, поскольку и эта рука, которая там находится, это ведь у зороастрийцев, вот вы придете домой, например, в Иране к зороастрийцам, у них вот сидите, и вот здесь такая вот рука, это рука хозяина дома, это или предка. Да, часто уже его нет в живых, которая как бы охраняет. А заровень одновременно – это символ вот всех предков, всех аруахов, кто нас охраняет и так далее. Так что это прекрасное здание. Да, я там была. Это Кобез. Один из красивейших. У него фантастический звук, и вот как раз Кобезы использовали, использовали очень традично, очень недолго, как их назвать, шаманы, не шаманы, по-казахски называют, как называют казахских лечителей, бакши. Тем не менее, одна из предложенных картинок затруднение все-таки вызвала. Предметы, которым у нас шутят, что его следует вешать в доме на самом видном месте, дабы всякий входящий узрел. Отношения между мужем и женой в этой семье вершатся согласно старинным традициям, а женщина свое место знает. Но вот это вот я не узнаю. Это какое-то оружие или... Казахов шутят, что это для того, чтобы жену воспитывать. Это плетка. Да, камча. Камча. Это камча. Но я совершенно не думала. Я все время думала, что это вот какое-то оружие, это вот к поясу вешать. Да, это камча, да. Но жену не надо этим. Любовь и интерес к традициям прививаются, как правило, в семье. Джамиля Стехликова – дочь ученого-химика Розы Симбаевой и архитектора Алмаза Ардабаева. Наверное, надо начинать всегда с родителей. Вот у меня есть несколько фотографий. Вот это фотографии моей мамы. И фотографии отца в его возрасте. Он как раз учился в Ленинграде. Вот здесь он приехал за ней в Москву. Она училась в Москве. Здесь отцу подарили первый фотоаппарат. И он от этого времени постоянно фотографирует. Он еще такой большой исследователь истории родного народа. И, может быть, еще интересно сказать, что родители моего отца, они отец из Южного Казахстана, а мама из Уфы. Она была башкирка. Вот мой отец с родителями всю жизнь старался в собственной семье и вообще в жизни выжить. Я думаю, что у казахов этих времен и дедушка с другой стороны, там было то же самое. Вот как бы желание сохранить семью и любой ценой получить образование. И это очень интересно, что образование – это был путь в мир. Это моя прабабушка. Она иногда еще приезжала. Я помню, она приезжала в Алматы. Всегда у нее был черный платок. И она целыми днями сидела в кухне и читала Коран. И молилась, естественно, и объясняла мне, что это такое. У казахов очень принято, что семья держится вместе. Это вот моя бабушка. Дедушка уже не живет. Мне нравится, что до сих пор, когда я езжу в Алматы, мы как семья всегда встречаемся и общаемся. Казах всегда должен надеяться прежде всего на свою семью и работать тоже для своей семьи. Я, может быть, начала бы свое детство не с Алматы, а с того, что мы очень часто ездили с моим отцом в аул. Было удивительно. Я там, в этом ауле, каждый день ночевала у другого родственника. И в каждой семье, куда я пришла, были такие альбомы семейных фотографий. И в каждом альбоме, и у самых далеких родственников я обязательно находила свои фотографии. То есть я открывала альбом, и там я на второй или на третьей странице, была моя фотография, была написана «Жамиля». Именно благодаря тому, что у отца Джамили, Алмаса Баймухановича, как он сам говорит, фотоаппарат всегда был заряжен, сохранилось так много замечательных фотографий, а с ними и историй. Сам Алмас Ардабаев – архитектор и археолог, художник, историк культуры, исследователь родного края, работал всегда много, да и сейчас поражает активностью и горящим взором. Но занятость проектами не помешала ему массу внимания и времени посвящать дочерям, бережно сохранять их фото, рисунки, творческие работы. Интересно, помнит ли Джамиля Алмасовна свое первое стихотворение, написанное в начальной школе и датированное, шутка ли, 71-м годом? А вот очень смешное, да? Стихи, написанное в первом или во втором классе. Она пишет, вот, стихи Ардабаевой, Жамили, лучшие поэтиссы. Осень туча в небе кроет, больше солнца не блестит. Ну, короче говоря, бла-бла-бла, но, но потом все-таки... Туча солнца в небе кроет, что-то... Больше солнца не блестит, ветер в поле воет, воет, мелкий дождик морозит. И это были трагедии, она ревела. Ну, почему, говорит, уродливо, папа, почему у меня не получается, как у тебя? Это была просто драма. Но зато вот как все правильно обозначено. Я спрашиваю, что это такое? Это, говорит, завод, а этот, говорит, стройка, а этот рабочий со стройки убежал. Одна из любимых фотографий юности, сделанная, как и многие, семейные фото в ауле Каракимир, стала даже поводом для критики в начале политической карьеры с Техликовой. Юная Джамиля на этом фото сидит верхом на лошади, как истинная кочевница. То есть чехи пытались использовать ее как козырь против, да? Как козырь, да. Что, ну, политика – это всегда борьба. Есть не только какие-то партии, но есть вообще личные амбиции у разных людей. Человек, занимая какое-то место в политической этой самой ситуации, вероятно, кого-то волен с неволен с отодвигает и так далее. Ну, поэтому, конечно, были претензии к ней, к никому, может быть, акценту в языке, к тому, откуда она может знать наши реалии и так далее. И чтобы вот подтвердить вот это вот утверждение, что откуда она может знать все вот наши тонкости, наша ментальность и прочее. Вот, говорит, некая, приехавшая не только из Советского Союза, это ведь тоже определенная аллергия есть на Советский Союз. А более того, где-то там в Советском Союзе какая-то глухая степь, какие-то кочевники, всадники. И вот эта фотография, которая, она, ну, одна из любимых ее фотографий, которая была знакома ее друзьям по партии и так далее, и через какие-то, в общем-то, каналы попала в руки ее политических врагов, это она стала аргументом подтверждения их доводов, что вот какие-то дикие кочевники степи вообще пытаются, значит, в нашей политике что-то вершить. И тем не менее, ни языковой барьер, ни нападки оппонентов не помешали героине нашей программы добиться своего. Вступив в начале 90-х в партию зеленых и готовя законопроект о закрытии старых угольных шахт на севере Чехии, Стехликова решила баллотироваться в правительство. Но вот незадача. Баллотироваться, не имея гражданства, невозможно. Проблему она решила кардинально. Направила личное письмо тогдашнему президенту страны Вацлаву Гавалу, где подробно изложила свою позицию и планы. Гавал начинающего политика поддержал. И 17 февраля 1992 года по решению президента страны Джамиля Стехликова стала полноправной гражданкой тогда еще Чехословакии, а затем и первой не-чешкой в чешском правительстве. Вот в это здание, Стракова академия, где находится правительство, естественно, не все правительство, там находятся министры, у которых нет самостоятельных зданий министерств. Но заседания правительства, они проходят в этом здании. И в правительство я была избрана, назначена в 2007 году, в январе, и находилась там до января 2009 года. И было очень удобно, что там можно было калиткой пройти. Там вот к корабликам я иногда ходила кормить лебедей. Прямо над зданием Страковой академии, то есть здание правительства, находится маленький домик. Видите, это так называемая кромажевая вилла или вилла кромаржа. И что интересно, вот видите здание правительства, там вот все решения принимаются. Там вот большой зал, где заседает правительство, голосует. Но голосуют уже о готовых вещах как бы. Но все переговоры, они происходят в этой вилле. То есть когда есть какая-то проблема, люди собираются в этой кромажевой вилле, они там разговаривают, там вот такой большой балкон есть, мужчины курят на этом балконе. И существует правило, пока мы не договоримся, мы не выйдем из этой виллы. Иногда случалось, что целую ночь мы договаривались. А к утру мы переезжали вот в здание и принимали решение. И эти самые журналисты удивлялись. Ну как? Это ведь была такая проблематическая вопрос. Как вот вы не спорили, дискуссии не были, мы говорили нет, мы договорились. Что это личная резиденция премьер-министра. То есть ему как бы в спальню никто не лезет, эти журналисты. То есть то, что там он принимает гостей, ну каждый человек принимает гостей. Воспоминания на работу правительства у меня самые такие, я бы сказала, положительные. Потому что удалось мне протолкнуть закон против дискриминации. Будучи министром по правам человека и меньшинств, Джамиля Алмасовна добилась принятия антидискриминационного закона, который пресекает любое преследование по шести признакам. Будь то религиозные убеждения, национальность, возрастной ценз, пол, сексуальная ориентация или ограниченная в связи с инвалидностью подвижность. Что же до вопроса о закрытии угольных шахт в северочешском крае, эту борьбу она ведет по сей день. Неутомимая Джамиля снимает документальные фильмы об этой проблеме, для чего специально поступила в киноакадемию. И это, помимо того, что она пишет шажере своей семьи, регулярно публикуется во многих международных изданиях, выступает на радио и ТВ, изучает языки, пишет стихи и картины, а главное, не оставляет постоянной своей работы. Стехликова, напомню, практикующий врач. Прожив в одном из красивейших городов Европы не один десяток лет, Джамиля Стехликова не устает любоваться его домами и улочками, но с не меньшим удовольствием каждый раз возвращается на свою родину. Правда, не так часто, как ей бы хотелось. В Чехе она очень такая вот приятная в отношении, что здесь нет небоскребов больших, нет таких подавляющих зданий, даже и правительственные здания, ну, кроме, конечно, Града, но это ведь собор, он должен как бы превосходить человеческий размер. Беседы наши в ходе прогулок по городу пришлись как раз на предрождественские дни. А это значит, всюду огни и украшения, на каждом углу ярмарки и сваржак традиционное горячее вино. Ну, а в нашем случае лучшей приправой к рождественским лакомствам стали яркие воспоминания и интересные истории. Конечно, город очень красивый. Привыкнуть невозможно, да? Невозможно привыкнуть. Но у меня же все-таки родной город Алматы. Я себя все время чувствую здесь как бы в гостях, я дома себя чувствую в Алматы. Там я не чувствую себя в гостях. И ходя на новые дома, и спрашиваю, сколько раз переспрашиваю, я не могу еще запомнить новые названия улиц. Здесь прогуливались, как в Европах, прогуливались короли на этих местах. То есть там были фонтаны, скульптуры. Конечно, здесь чересчур много великолепия. Оно прекрасно, но оно даже подавляет. То есть человек теряется, человек как бы песчинка в этом великолепии. Так же, как небоскребом мегаполисов Джамиля Алмасовна предпочитает невысокие, уютные дворики старой Алматы, с которой она сравнивает и центральную Прагу с ее небольшими домами. Так же и храмы, мечети нравятся ей тихие, небольшие. А уж поездила по миру и видела разного она немало. Вы туда приходите и чувствуете вот этот дух, вот это вот сакральное просто присутствие. То есть как-то даже как-то становится не по себе. А в этих огромных вы чувствуете, что вы какая-то крупинга в океане. И знаете, что занятно? Никогда не ожидаешь, в какой момент из этой милой собеседницы, в которой признать не чешку сложно с виду, в какой момент и в каком виде из нее выскочит ее любимая Алмата. Вот под уровнем этого тротуара здесь раскопки, которые относятся где-то к 9-му, 10-м веках. И когда я говорила с нашими археологами чешскими, мы говорили о тысячелетии Алматы. Они вот удивлялись, я им показывала монеты, они рассматривали фотографии и говорили, да. Потом они думали, наверное, и больше, чем тысячи лет. А я спрашиваю, а сколько лет Праги? Когда вот она отмечает тысячу лет? Археологи задумывались и говорили, ну где-то тысяча, тысяча, сто. Разные мнения. Вот здесь вот как раз тысячелетней давности под этим тротуаром лежат раскопки. Я говорю, ну а почему не отмечаете? Они задумывались и говорили, ну политики недальновидные, а надо было. А это говорили ученые. Надо было, я бы с удовольствием отмечала. Истории пани Стехликова полна, причем самых разных. С кем она только не встречалась. С Джан Роулинг и Светланой Алексеевич, Михаилом Ходорковским и Александром Розимбаумом. Ну у нас вообще была бурная жизнь. Мы же работали еще в скорой помощи в Москве. И там действительно приходилось, сколько нас три человека в машине. То есть по всей Москве ездили. Дороги плохие. Тогда еще работал реаниматором Розимбаум. Он учился в нашем институте. И мы вот сидим на станции скорой помощи. И вот они же вызовы приходят. И нужно съездить и ждешь. Ну спать хочется. А у нас была теория, лучше не спать, потому что не проснешься. И вот мы сидим, и Розимбаум приходит и говорит, ну ребята, давайте, я вам спою, чтобы не спалось. И мы просыпались, и он пел. У него такие песни о скорой помощи, я не знаю, если их кто-нибудь слышал. Я слышала, думаю, у меня было очень много пластинок. И вот по Москве едет скорая. И мы плакали. И когда приходил вызов, мы садились в машину, что как мы исполняем собственный долг. То есть с таким восторгом. Но он сам не ездил, он сам там оставался. Он говорит, ребята, я вас подбодрил, а теперь вперед. Не поручусь, что пани Стехликова подаст к новогоднему столу казахстанский бешбармак вместо традиционного чешского карпа. Но в том, что традиции свои она бережет и помнит, и в душе остается казахстанкой, сомнений нет никаких. Правда ли, что людям нельзя показывать, как делают колбасу и политику? Наверное, да. Но если она сделана хорошо, люди все равно по вкусу определят. И колбасу и политику. И колбасу, и политику. Это же видно. Он, может быть, что-то сварганит за кулисами. Но когда он выйдет и говорит, я думаю, что людей не обманете. Согласны ли вы, что лишь подготовленный старт, например, хорошее происхождение, может стать залогом успеха? Вообще-то я согласна, но у меня много друзей, которые были очень успешны и без старта. Какая разница с человеком, у которого есть старт и у кого нет старта? Те, которые без старта попали очень высоко, огромный успех, талант, случайность, удача, они быстро и карьеру окончили, потому что они не удержались наверху. Потому что не было навыка работать, навыков что-то новое все время открывать. А вот те, у которых был и талант есть, и старт был хороший, они как бы всю жизнь удерживаются на вот этом таком пике. И я думаю, что старт очень-очень важен. Что бы вы пожелали, доведись вам поймать золотую рыбку? Ну, я загадала, чтобы мир был. Это смешно сказать, но вот ситуация политическая в мире, я имею в виду, она меняется каждый день. И человек уже не успевает это анализировать. И самое главное, он не в состоянии предугадывать. То есть если где-то лет 10 назад мы могли предсказать большинство мировых событий, естественно, кроме каких-то локальных войн, то в настоящее время это действительно очень-очень хрупкое равновесие. И поэтому я молюсь за то, чтобы это равновесие сохранилось, чтобы не происходило нигде больших войн между большими державами. Что для вас счастье? Счастье – это всегда вот находить себе больше свободы и больше возможностей. Не только себе помогать, но и другим. Какой своей чертой вы гордитесь? Трудно собой особенно гордиться, но у меня есть такая черта, которую мне научил отец. Года три назад он сказал, ну, доченька, вот знаешь, как Маяковский говорил, я планов наших люблю громадео. Я поняла. То есть все планы, планы, планы. И теперь я стараюсь какие-то проекты, которые я начинаю, и доканчивать. То есть не хочется уже, не интересно, трудности. Критики скажут, ну, зачем ты этим занимаешься, зачем ты фильм делаешь? Ведь никогда не будешь как форму. Ну, естественно, не буду. Но если начал что-то и заканчивай. И я в последнее время даже доканчиваю, когда начинаю книгу читать. Кажется, ну, не особенно хороша. Ну, выбор был такой. Может быть, лучше надо было выбрать. Но я ее дочитаю, потому что вот такой момент, что в моем возрасте уже человек хочет иметь как бы вещи, которые он окончил. Можно посмотреть назад и сказать, вот это закончил, вот это, вот это. Какой своей черты вы стесняетесь? Ну, у меня много черт, которые я стесняюсь. Я громко говорю. Я очень, когда разговариваю с людьми, на них давлю. Я говорю, особенно вот с пациентами, с психотерапией. Мне говорят коллеги, ты должна этому пациенту и клиенту помочь самому вырасти. А ты его задавливаешь своими советами. И я стараюсь, я стараюсь вот в последнее время меньше как-то на людей давить. Но не получается, потому что мне же хочется как лучше. Мне же хочется помочь. Человек придет, я говорю, вы так, так, так сделаете. А коллеги говорят, ну зачем ты ему говоришь, вот если ему разводиться, не разводиться. Но он сам решит вот со временем. Я говорю, ну вот, ну у него жена такая, он говорит. Они говорят, нет, не вмешивайся. На что у вас не хватает времени? У меня не хватает времени на хобби. У меня есть такое хобби. Я пишу шажере своих предков. У меня много предков со стороны матери, со стороны отца, как у каждого казаха. И, к счастью, с каждой стороны были люди, которые записывали истории, которые устные сохранились от казахов, которые посещают могилы, кладбище, в контакте с остальными потомками. И столько информации. И я пытаюсь это как-то написать путем либо художественной прозы, либо стихотворения. И на этом рало времени. Я вот писала сейчас о своем дедушке, который родился в 1905 году. Он умер перед обретением независимости Казахстана недолго. Ну, жизнь огромная, что касается перемен в жизни казахского народа. И я действительно погружаюсь в эту среду. То есть я реально живу в 1905 году. Вот я переживаю, как вот приехал дядя его, Мула, из Туркестана. А имя, как вот Аксакала придумывали, как вот советовались. И я действительно реально утром встаю и говорю, ну, как мне вот идти работать? Я же в 1905 году вот еще ребенку, еще Аксакала имя не придумали. То есть в это отношение у меня не хватает времени, поскольку, когда вот погружаетесь в прошлое, то это надо сразу на несколько дней. Каков ваш любимый день недели и время в сутках? Конечно, воскресенье. А любимый час в сутках? Наверное, где-то около полночи. То есть человек еще, уже у него нет никаких дел, но еще можно не идти спать, немножко бодрствовать, писать родственникам, друзьям. Какой вы видите себя через 20 лет? Ну, трудно сказать. Я думаю, что, как один мой коллега сказал, ну, я бы хотел через 20 лет работать не топором, а пером. Я говорю, как ты, что ты имеешь в виду? Ну, на работу не ходить, воспоминания писать. Кстати, о воспоминаниях. Шижире, которые пишет Джамиля Стехликова, можно почитать в ее личном блоге. Не менее активна она и в социальных сетях, через которые мы, собственно, и познакомились. Покидая Прагу, я прощаюсь с нашей новой знакомой Джамиле Стехликовой и уезжаю с теплым чувством, что теперь в этом городе у нас с вами есть еще один друг. Ну и, разумеется, еще один повод для гордости. Меня зовут Алифтина Мадьярова. Увидимся! Алифтина Мадьярова Алифтина Мадьярова